Хотите сказку? Не про колобка там какого-нибудь избитого, а про коня, гениального, не из простых. Сказка то или не сказка, быль или не быль, не знаю, но правда чистая. Ну, это не точно. Народ нынче нетерпеливый пошел, любят трейлеров там, всяких тизеров. Так что вот вам оно, значит, краткой истории нашей за душу берущей. Дело было так. Конь пахал, конь устал, конь сбежал. Да не куда-нибудь, а в страну заморскую, куда язык англицкий, изучающий свои лапти, до конверса направляют. В местечке одном, непримечательном, под названием Тарбоготой, что в Якутии, жил-поживал наш герой. Жили Тарбоготайцы небогато, но в стабильности. Так что судьбинушка коня нашего ожидала вполне себе обыденная, такая лошадиная. А нет, уродился он вундеркиндером. Или вундершеребенком, вернее, будет сказано. Потому что наделен был с рождения умом невиданным. Логарифмы считал без машинок вычислительных. Ну, то есть этих, как их там, каркуляторов. Ну, и русским владел в совершенстве, не как я. А кроме прочих достижений отмечу, что конь наш даже счет себе в Сбербанке открыл. Полулегально. На имя родича дальнего Николая Пржевальского. В общем, конские таланты не только финансы ему в нужное русло направлять помогали, но и подвергали жизнь его риску невиданному. Ибо что с диковинными зверями на Руси делают? Либо в цех забирают, либо сразу на опыты. Вот и принял наш конь свою истинную суть. И пахал поле. Как все остальные его собратья, без всяких там хипстерских замашек. Но вечно так жить невозможно. Как-то во сне явился ему Илон, который маск. И говорит, дружище, я давно уж понял, когда в голове много мозгов, мускулами работает вообще неохота. И наутро конь наш твердо решил, что с него хватит. Пошел, значит, хозяину с бизнес-планом. Слышь, хозяин, давай так. Я тебе буду платить по 40 тысяч деревянных в месяц, а ты меня прикроешь, а для работы найдешь другого коня. Хозяин предложения сейчас так вообще не оценил. Перекрестился три раза и побежал себе за ружьем. А умный конь побежал подальше от фермера у США. В страну, так сказать, возможностей бескрайних. И в ковбойских шляп. С детства, знаете ли, мечтал примерить. Тут наша быль сказочная про коня невиданного новый оборот набирает. И любителей языка англицкого с нами к приключениям приглашает. Само собой, на лайки расщедривайтесь, други дорогие, чтобы история складывалась, да словами иностранными пестрела, и шутками разнообразными прибаутками. И чтобы с вами каждую неделю мы встречались и по жизни не скучали. Такие вот дела.